Привет всем, снова с вами Сахалинец Сегодня 18 марта и это юбилейный обзор с колес Господи, как быстро летит время Вроде недавно останавливался по пути на работу Снимал какие-то маленькие ролики А это уже, между прочим, 50-й выпуск Итак, на улице весна, тепло Следовательно, скоро начнется форелевый сезон И поэтому сегодня, в этом обзоре с колес Я предлагаю вам очередной анбоксик Посылки от компании Spinning Line Здесь снова форелевые всякие цаски Есть кому интересно, смотрим дальше, поехали Ну и начать я предлагаю вот с такой вот блесенки Которая называется Ashley А производителем которой является компания Icon Блестами этой фирмы я уже давно пользуюсь В принципе, они рабочие, что нравится, недорогие Ну, а преимущество вот таких вот колебалочек в том То, что за одну цену мы получаем сразу две блесенки Они, в принципе, одинаковые по размеру и одинаковые по весу Но имеют разные цвета В данном случае длина составляет 3,2 сантиметра А вес 3,6 Взял специально для того, чтобы ловить на дальних дистанциях Иногда нужно для форели закинуть далеко Положить на дно и начинать проводку С одной стороны такой вот шартрезик, на другой малиновый А здесь беленькая с блесками и зеленая подложечка Отличные блесенки, стабильно работающие Кстати, в интернете очень часто встречаю претензии, что они входят в стопор Думаю, это из-за того, что люди пытаются ловить на них где-то на течение А вот на платниках, на спокойной проводочке работают они вполне нормально Имеют два крючка, которые, к сожалению, придется заменить Так как они имеют хоть микро, но небольшие бородки Раньше еще в комплекты Аки докладывали вторые крючки без бороды Но в данном случае и они отсутствуют Поставлю ванфуки Но вот зато вторая блесенка не такая простая, как предыдущая Дело в том, что, думаю, любители ловли форели знают компанию под названием Neostyle Выпускают они очень оригинальные приманки Какие-то форелевые приблуды, спинги в том числе Думаю, многие видели такие палки, которые не имеют ручки и катушки-держатели А катушка просто-напросто привязывается специальным эластичным шнурком Вот, моделька называется то ли Alice, то ли Alice Колебалка не изогнутая, она прямая Имеет тушку корпус 25 мм и весит всего 1,5 грамма Но сам прикол заключается в том, что по бокам, как мы видим, имеются вот такие вот крылья Могу предположить, что нужны они для того, чтобы стабилизировать игру приманки Причем играет она не как колебалка, то есть ее вот так вот не шкандыбает А она встает на курс и вихляет жопой Но в ролике хорошо видно то, что форель на нее реагирует и ловится достаточно стабильно Плюсом еще, точнее плюсом, а оригинальным решением, наверное, является то место, где вы будете крепить застежку Это не просто круглое отверстие сквозное, а продолговатое, по всей видимости, придает тоже какую-то свободу приманки Оснащается уже сразу стоково безбородовым крючком Крючок очень острый В общем, вот такая вот Alice от компании Neo Style Очень доволен покупкой С одной стороны малиновая, с другой шартрезик Если не ошибаюсь, ее называют хэппи Надеюсь, что я буду хэппи, когда поймаю на нее лосося Далее пошли воблеры Валкейн Куга с приставкой FMR Тут немножко пролетел светом Дело в том, что заказывал, которая расцветку не оказалась Но, в принципе, меня сразу же менеджеры по продажам из компании Spinning Line оповестили То, что нет желаемого И пришлось быстренько выбирать Выбрал вот в таком цвете Значит, по характеристикам Длина тушки составляет всего 3 см Вес 2,5 грамма Заглубление 1,2 метра Воблер имеет вот такую вот очень интересную лопатку Блин, свет везде, но солнце что хоть сделать И в отличие от тех кук, которые у меня имеются Это полноценный крэнк Замечательное исполнение Вот все говорят, вот взять китайский аналог Взять китайский аналог Нет, ребята, если берешь японскую То сразу видно и по качеству И по покраске То, что вот оригинальный чистокровный японец Впереди колечко заводное О, блин, как называется Крепежное кольцо Без заводного кольца То есть будем напрямую сюда цеплять Два крючочка, разумеется, без бородых Внутри мы не видим никаких шумовых камер Воблер беззвучный К тому же не имеется никакой системы дальнего заброса Есть только вот здесь виден небольшой металлический шарик Но это, скорее всего, балансировка Как раз многие форелевые платники составляют глубина около двух метров То, что 1.2 как раз пойдет где-то там в придонном слое Опять-таки, судя по видео Цацка весьма рабочая Итак, Kuga FMR от японской компании Valcain Очень давно ждал этот воблерок Вот он у меня теперь имеется И еще один буратин под названием Crackjack От компании Pantoon 21 Думаю, представлении не нуждается Любой спиннингист, наверное, не то что знает А имеет какой-нибудь Crackjack у себя в арсенале У меня их тоже очень много И, наверное, из Pantoon это мой самый любимый и наиболее использованный воблерок В данном случае это 48 размер DR-ка, то есть он заглубляющийся Работает от 1,8 до 2 метров, по-моему Плавающая моделька И весит 3,6 метра Насколько мне память, если не подводит Реально, рабочая лошадка, потому что ловит везде и все Но в данном случае взяла пятки для форели Специально вот такой цвет Вот он ярко-розовый с жромпельным окрашиванием в зеленый Но хочу поэкспериментировать Думаю, знаете, ребята, о ботомной ловле Скажем так, как сказать Ловля у дна Вот, и в свое время даже Александр Рыжов экспериментировал Он приклеивал сюда грузик И воблер шел с касанием дна То есть где-то там поднимал муть Тем, как у японцев очень популярно Я хочу немножко модифицировать по-другому И на край лопатки приклею большую, ну где-то полутораграммовую, наверное, дробинку Для поплавочной ловли Что из этого выйдет, я пока еще не знаю Но если что-то получится, конечно же, сниму об этом ролик Здесь хорошие тройники от компании Овнер Но их придется заменить на одинарники безбородые Если даже форель не будет ловить Поставлю обратно тройнички и буду косить окуня Потому что воблер, еще расскажу Легендарный И в его уловистости никто не сомневается Очень хорошая модель Как Крэк Джек 48 ДР от компании Пантун 21 Ну и разумеется, все это богатство надо в чем-то хранить Поэтому я заказал вот такую вот коробку от японской компании Мэйха Номер ее 3010 По габаритам пробежимся У нее длина 20,5 см Ширина 14,5 см И толщина около 4 см Весит всего 316 граммов Взял, потому что уже имею одну Мэйха у себя в коллекции Очень удобные и хорошие качественные коробки Закрывается она вот такой вот планкой Которая идет практически по всей длине Очень удобно, крепится очень хорошо С одной стороны, если кто-то любитель силикона Вот пожалуйста, у вас здесь такая вот неприлипочная пупырчатая поверхность Ну а внутри разбито на 4 отсека Отсека, которые берем дополнительные вот такие вот перегородки Отламываем и разбиваем на те расстояния, которые вам понадобятся Взял себе, скорее всего, под воблеры Радует большая глубина ячеек Потому как у некоторых воблеров есть лопатки широкие И здесь они укладываются нормально, без проблем Коробка двухсторонняя То есть вместится сюда целая куча Думаю, весь мой арсенал, который имеется на данный момент Форелевых воблеров сюда вполне нормально войдет Так что сегодня вечером буду раскладывать Вот такая вот коробочка Run Gun Case 3010W от компании Мэйха На этом у меня сегодня, в принципе, все Разрешите откланяться С вами был Сахалинец Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok